Ребята, всем привет! И вы снова на канале Екатерина Корея. Я признаюсь, я очень сильно пропала, так как я переоценила свои возможности, переоценила очень сильно. И я начала после работы ходить на тренировки на свои занятия на велосипеде аж на две подряд. В итоге у меня просто нет сил, нет времени ни на что. Я в 10 вечера возвращаюсь домой, моюсь и иду укладывать маленькую. И в 12 я уже с ней мирно соплю в стенку. Просто я уже устала придумывать себе отговорки, почему я постоянно либо кушаю, либо бросаю занятия. Родители уже приехали, за Анечкой уже следят. Спиннинг я действительно очень сильно люблю, поэтому уже нужно взять себя в ручки в конце-то концов в последний раз перед летом и к лету уже похудеть. Вот, что еще интересного? На тех выходных мы были у Сии на день рождения, у дочери Даши. Я думаю, вы видели меня в Дашином влоге. Но я не стала снимать, так как все девочки были с камерами. И мне кажется, мы вас этим мучаем, что у нас какое-то совместное событие и на всех каналах выходит по 500 одинаковых видео просто с разных ракурсов. Поэтому я уже решила уступить им, так сказать, место для контента и не стала делать видео в этот день. Сегодня у нас достаточно интересная поездка, так как ребята из компании Голд Моторс пригласили нас себе в гости, чтобы мы наглядно посмотрели, как вообще происходит экспорт автомобилей из Кореи по всему миру. Они там и заключают договора, и при этом они консультируют по всем необходимым и интересующим вас вопросам. Я никогда в этой сфере не крутилась, поэтому мне тоже достаточно интересно об этом узнать. Так что я на самом деле согласилась буквально за две минуты на эту авантюру. Естественно, с собой я взяла своего прекрасного мальчика. Да? Привет! С собой я взяла своего красавчика. Он у меня сегодня проводник и помощник. Он сегодня еще и водитель, так как я с камерой. И сейчас поедем, познакомимся с ними, поспрашиваем все, что нас интересует. Они нам расскажут все о себе и посмотрим. Мне кажется, вам должно быть, ребята, это интересно. Так, мы уже приехали на место. Как много тут машин. Целая стоянка прям. И они все без номеров. Я предполагаю, что, возможно, они идут на продажу. Вот это все машины у ребят идут на экспорт. Их все можно приобрести. После консультации нас встретила замечательная дама. Как ваше прекрасное имя? Виктория. Виктория. Это офис. И сейчас зайдем со всеми, будем знакомиться. Так, Голд Моторс нам в эту дверку. Вау. Тут у нас ребята из команды Голд Моторс. Какие все красивые. Ребят, я приехала, я забыла, зачем приехала. Посмотрите, какие замечательные мальчишки. Целая команда. Ребята у нас тут из Узбекистана и Казахстана. И они вообще помогут вам по всем вопросам. Точнее, будем сейчас вникать с помощью их начальника. Самый главный и рабочий механизм всей компании нам сейчас расскажут, кто у нас тут и откуда. Самый красивый, вы сказали уже? Самый красивый. Конечно, естественно. Это безусловно. Давайте познакомлю, да, с нашей командой. Наша команда Голд Моторс. Это у нас Евгений, он больше отвечает у нас, больше работает по обзорам и так далее. То есть распределяет, то, куда поедет, в какую машину в первую очередь, какая машина в приоритете. Все в этом роде. Все, что касается обзоров. Вадим, это у нас больше как технический директор. Он отвечает у нас все, что поломано, разобрано, как оно должно быть, все такое более детально, более углубленное и так далее. Это у нас Максим, он у нас менеджер по продажам, топовый менеджер нашей компании за последние неделю. За последнюю неделю. Топовый менеджер? Топовый менеджер. Он продает только дорогие машины, он не продает машины там ниже 50 тысяч долларов. С ним нужно дружить, получается. Он еще самый богатый. Очень много денег. Ильяр, наш новый ведущий. Мы развиваем свой YouTube-канал, свои соцсети, свои медиа. Вот они с Вадимом вместе как-то консолидируются. И вот на заднем фоне у нас хромакей. На этом хромакее у нас Ильяр выступает. Конечно, так себе. И Андрей, это, наверное, серый кардинал. Человек, на котором, по сути, все держится. Он у нас договаривается, разговаривает, выбивает клиентам скидки, которые постоянно требуются и так далее. Наверное, да. И Виктория. Виктория, это наш главный бухгалтер. Она отвечает у нас за финансы, за переводы денег, за приход денег и так далее. Добро пожаловать. Так, а вот этот прекрасный мужчина. Просто муж Виктория? А, он у нас был первым. Так, и почему у нас вон там в кресле начальства кто-то сидит? Неправильные позиции. У нас там все сидят. Мне тоже можно посидеть? Конечно. Ребят, я сегодня почувствую себя начальником компании Gold Motors. Кричать на вас можно? Если кричать на него. Простите. Главное, зарплату платить. Так, главное по финансам у нас Виктория, ребята. Я пришла посидеть. Порядитесь, пожалуйста, чтобы нам получили зарплату вашу. Есть видеофиксация, все нормально. Чем предоставим? Виктория, где зарплата? Вот, правильные вопросы задаете. Все, мы за вас. А вы нам покажете свои машинки? Обязательно. Да. Я вижу Dota 2 на компьютере. Ребята работают. Все хорошо. Ребята работают. Все понятно. Все, мы уходим. Мы домой. Любимый, собирайся. Так, ребят, я домой. Я домой. Всем спасибо, ребят. Спасибо за приглашение. Все. Всем пока. Цаги и Гаурико. Ребят, я заставила красивых молодых людей показать мне их автопарк, их автостоянку, потому что меня интересует на самом деле несколько новых автомобилей. И я очень жду моменты, когда пролезу к ним в салон. Так что сейчас пойдем с вами чуть-чуть пошебуршишкаемся среди машин. Давайте вам покажу новые автомобили. Это Kia Mojave, равный внедорожник, 2-литра, дизель, примерно 260 лошадиных сил. СМГ у нас занижает их в обязательном порядке на черном салоне. Зачем ты все усложняешь, да, я все сам достал? Вот это да. Kia Mojave, черный, их BMW X6, белый, не черный. Потом, дальше, что у нас есть? Palisade, Genedis. Palisade, ребят, как у меня, такой же. Он у вас в какой комплектации? Комплектация самая максимальная. Каллиграфия? Самый фаш, да. Так, идем дальше. Genedis GV80. Вот этот я очень хотела купить, но, как вы помните, финансы мне не позволили, они у меня спели романсы. А можем поменяться? Поменяться? Я вам Palisade, а вы мне Genesis. Давайте дружить. Давайте дружить, мы с вами будем дружить. Так, это что? Это у нас Hyundai. Ага. Hyundai, потом Audi, а шестая. В общем, машин много, на любой вкус и цвет. Ребята, мне уже открыли машину. В комплекте идет замечательный молодой человек. Цвет у нас Camel. Прекрасный салон, я люблю светленькие. Давайте его заведем. А какой у него монитор? Посмотрите, у него слитный монитор со спидометром. В общем, как вы можете заметить, автомобиль полностью в пленочке. Вкратце расскажу. Вместо обычного рычага у него шайба коробки передач. Очень круто. Манодисплей. Имеются все примочки, все функции для комфортной езды в этом автомобиле. Далее, чем он отличается от японцев? Одна немаловажная часть, то, что задние окна опускаются на электроприводе. Ага. Ну, он прям семейная-семейная машина. Здесь можно пати устраивать. Блин, не исключено. Но это лучше тогда карнивал-лимузин. Два люка у нас. Два люка. Люки также на электроприводе, правда. Прекрасно. Ну, пленочку я не буду уже у вас срывать. Ну, в нем прям приятно сидеть, ребята, я вам хочу сказать. Он прям очень такой. Смотрите, панель под черное дерево у него. У меня под серое. Тут тоже все на сенсоре. Печка на сенсоре. Моишь вы дорогие? Камера на 360 у нас. Сонары. Все пищит, поэтому ни в кого вы не въедете. Так, можно, пожалуйста, на дэшечку. Или там на парковочку. Куда-нибудь на парковку. Также у нас встроена камера при повороте направо-налево. То есть не будет таких проблем, как обычно, со слепыми зонами, когда хотел перестроиться и перестроился на тот свет. Давайте еще посмотрим ваш полисейд. Пойдемте, глянем. Давайте тоже залезем в полисейд. Это такой же полисейд, как у меня. Той же комплектации. И он должен быть в том же цвете. Но он прям как мой родной. Тут у нас опять молодой человек в подарок. Я тоже как родной. Тоже уже как родной. Расскажите, пожалуйста. В общем, сейчас мы находимся в полисате. Комплектация каллиграф. В общем, полный фарш. Расскажу вам, чем отличается вообще эта машина от всех остальных. Вот здесь есть на зеркале камера, дисплей. Далее подогрев ног. Можете зимой прогреть свои ножки. Молодой человек, вы очень неуверенно рассказываете. Поскольку у меня такая же машина, давайте я буду рассказывать. В общем, у нас тут есть офигенный, ребята, подогрев для ваших ляшечек. И самая фишка этого подогрева, что не нужно ждать, пока прогреется машина, как со всеми остальными частями. Он начинает работать прямо в ту же секунду, когда вы его включаете. Также у нас сенсорная печка. В принципе, я вам все это рассказывала еще в том влоге, когда я купила машину. Сидения у нас тут, ребята, свыше 130 километров начинают более прижиматься к телу. И также через полчаса от начала езды они начинают массировать вам спину, что тоже очень классно. В принципе, наверное, среди всех корейских красавчиков для меня вот Polisade и Genesis. Это самые топовые машины. Ну, Genesis, он немного подороже в цене. У тебя есть деньги на Genesis? У меня тоже нет. Поэтому, ребят, Polisade. В общем, ребят, ознакомились с машинками. А теперь давайте посмотрим, как происходит процесс оформления машины и все нюансы с документами и оплатой. Котятки угостили нас кофейком. Нам уже привезли доставочку. Это у нас Гон-Ча. Так что сейчас у нас небольшой перерыв. О, молодой человек принес номера. Сейчас что-то интересное будет. Подскажите, а зачем вам номера? Сейчас объясню. Номера и документы от машины мы едем сдавать для того, чтобы получить сертификат о снятии с учета. Затем мы будем подготавливать уже автомобиль к экспорту. Получим экспортные документы и отправим автомобиль. Слышала, что сейчас в России из-за санкций есть трудности с отправкой и переводом средств. Как вы с этим? Сейчас вам все объяснят. Следующий специалист у нас прекрасный мужчина. Есть такие проблемы и были они в свою очередь, когда были санкции только начало. На сегодняшний день таких проблем нет. Банки действительно принимают оплату и в долларах, и в вонах. Банки такие, как Приморский, Тихоокеанский, Рейфайзен. То есть банков куча. Нужно просто проверять и оплачивать. Все по инвойсу. Все на фирму. Ребята у нас сейчас в рабочем процессе, так как мы приехали в обеденное время. И они уже выделили на меня сколько смогли своего драгоценного времени. Поэтому, ребят, сейчас мы подождем, пока они закончат все свои рабочие нюансы и пойдем кушать. Они нас должны сегодня угостить роллами. А я голодная. Время уже три. Я еще не кушала. Так что ждем, пока все освободятся и пойдем трапезничать. Приехали в Инчон на интернациональный район, где много СНГ-кафешек, магазинов. И я уже очень сильно люблю это кафе. Здравствуйте. Здесь очень классный интерьер прям. Мы здесь уже были. Эта вот красота просто запала мне в душу. Вы просто посмотрите, как красиво придумали. О, Плейстейшн. Спасибо. Очень красиво. Там все выбирают. Давайте посмотрим меню. Это у нас роллы. Смотрите, классический ролл с авокадо 10 тысяч вон за 8 штучек. Такие вот у нас ценники. Так, это у нас сеты. Это жареная лапша. И тут есть там-ям. Обожаю там-ям. Я бы его прям ела без остановки. Еще они сделали классную штуку. У них есть там-ям удон и там-ям рамен с разной лапшой. О, солянка. Пицца, салаты, мидии. Моего мужа нельзя приводить в такие места. Все, у них обеденный перерыв пошел не по плану. Там тоже. Давайте по-честному. Кто проигрывает, тот и платит за всех. Я не играю. Катя, это вот вам. Спасибо большое. Непосредственно Анечке. Все для Анечки? Да, казахстанские сладости. Она у вас любит. Соки. А вот это прям набор с казахстанскими конфетками. Крукант. Я очень люблю кррукант. Спасибо большое. Очень классно. Это вам. Новые мечты и планы на Новый год. Все записывать? Все сбудется? Он волшебный? Да. Спасибо большое вам. Очень классно. Ребята, нас накормили. Ребята, спасибо вам большое. Было очень вкусно. Вам спасибо. С вами было очень весело сегодня. Я думаю, мы будем видеться с вами чаще. Вот у нас. У меня появилась новая подруга Виктория. Это, кстати, Викин муж. И у них замечательная двойня. Видите, какая хорошая семейная пара. Все. Всем спасибо. И до встречи, ребят. Пока-пока. Пока-пока. Мы уже приехали домой. Ехали, ребята, час. Очень сильно устали. Но эмоции очень классные. Я, в принципе, люблю знакомиться с новыми людьми. А это были просто, я не знаю, потрясающие люди. Очень веселые. Прям. Я думаю, что мы еще встретимся не раз. Потому что мне очень понравилась эта компания. Сейчас посмотрим, как у нас там Анечка. Без нас весь день. И отдадим ей подарочки. Ань, мама. Ура. Поехали. Спасибо, Эзи. Она кстати обама operation. Это мама티ка sent Sea Poy. Это она мама eldestки? Ура. Спасибо, Эзи. У меня уже неделю стоит эта коробка в прихожей Мне прислали пылесос на обзор У меня никак, ребята, не доходили до него руки Это у нас пылесос, вакуумный пылесос Redroad 17 У него также есть бюджетная версия Redroad 17 Lite Нам сейчас нужно его с вами распаковать И посмотреть, насколько он хороший Как он работает И посоветовала бы я его вам покупать или нет Пришла со мной снимать распаковку Говорит Аня, пылесос Нам его надо отсюда достать Проблема в том, что я делаю все это одной рукой Это очень усложняет ситуацию Первое, что мне очень нравится в этом пылесосе Это компактный размер Посмотрите, какая маленькая аккуратная коробочка Когда я покупала пылесос Samsung Коробка была, словно я купила холодильник Ну и давайте разбираться, что у нас есть внутри Так, как тут много всего Все по запчастям, я так понимаю Анюта, давай Помогай маме Очень много разных коробочек Тут, я так понимаю, инструкция с документами У пылесоса очень много разных насадок, наконечников И для труднодоступных мест И разные щетки Но это просто Посмотрите, какая она огромная Прям такая мощная, тяжелая Сейчас соберем его Я не заметила какой-то сильной разницы с тем же Samsung Единственное, что мне он кажется чуть-чуть потяжелее Но опять же, возможно, дело просто в привычке Так что, ребят, если кто-то ищет бюджетный вариант пылесоса То я оставлю вам ссылочку под этим видео В Starbucks подвезли новую коллекцию весеннюю Я не удержалась и купила себе 5 стаканчик У меня уже просто уйма этих стаканов Но они все-таки красивые И каждый раз кажется, что они очень нужны Что у нас сегодня на ужин? Мама приготовила котлеты Вообще-то глупцы Это котлеты с капустой Котлеты из капусты И себе она с папой пожарила А нам все субы она сделала на пару Так как мы вроде как на диете были до сегодняшнего дня В садике у нас уже со следующего месяца начинается новый учебный год Поэтому сегодня было детское собрание На котором рассказывали, в принципе, о прошедшем году Что ждет нас в следующем Как Аня себя вела Угостили нас опять корейским током Но там уже Аня все переломала Поэтому и показывать вам, собственно, нечего Вот В следующую пятницу у них уже будет выпускной И все, Анечка идет на второй год обучения На прошлой неделе уже сводили Аню впервые к стоматологу Так как она ест много сладкого Я очень переживала за ее зубы Но нет, врач сказал, что можно кушать дальше Так как зубками у Ани все хорошо В Корее в целом не дешевое это удовольствие лечить зубы Поэтому все берегут зубы с молоду Начала записывать видео И лишний раз поняла, что мне пора краситься У меня снизу там какие-то седые Либо фиолетовые локоны Тут вообще какая-то оранжевая Уже пора идти красить волосики В общем, муж уехал встречаться с друзьями Когда он будет, я не знаю Хотелось сегодня сходить, конечно, в кино Но мы пока собрались в кино, ребята Мы хотели на аватара Он уже в прокате закончился Поэтому теперь нужно будет идти на что-то другое Первая половина влога у нас прошла немного сумбурно Так как некоторые из ребят начали смущаться Они не привыкли к работе под камерами Но в этом был свой шарм Это было мило Поэтому я не думаю, что это помешало нам Познакомиться с их деятельностью поближе Если у вас остались какие-то вопросы Если вас интересует тема заказа машин из Кореи В любую страну нашего прекрасного мира Я обязательно оставлю вам контактные данные Под видео в описании Также у ребят есть свой YouTube-канал Где они делают обзоры на машины Где они рассказывают что-то интересное Про свою деятельность И, в принципе, там, я думаю, можно будет много найти того Что мы сегодня не смогли отснять Ссылка на их канал также будет внизу под видео От себя я хочу сказать, что, похоже, я нашла себе Очень интересных новых знакомых Возможно, даже друзей Поэтому день сегодня опять прожит не зря С вами была Екатерина Корея Я постараюсь все-таки взять себя в руки и снимать почаще Но, в любом случае, не теряйте не меня Также помните, что если я пропала в YouTube Я есть в Instagram Я не так, конечно, часто, как хотелось бы Но периодически выкладываю там какие-то сторисы или посты Поэтому, ребят, также жду вас в моем профиле Instagram-канала С вами была Екатерина Корея Всех вас люблю И всем до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok